Все, рекламку посмотрели, вернулись, как и обещали, сейчас будем разговаривать про ЖКХ. Но, минуту внимания, у меня на подъезде объявление о том, что нужно внести плату за то, чтобы уборщица там подметала, мыла полы и так далее. А я думаю, зачем я буду вносить плату, если я на своем этаже каждый раз сам мою? Серьезно? Серьезно. Ты так не делаешь? Нет, у нас прибираются. У нас тоже прибираются? Но и я мою. Ты дополнительно делаешь? Приходится мне переплачивать. Может, это объявление повесил ты, Семен? Вот сейчас я узнаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Скажите сразу, пожалуйста, вот прям сразу, правильно ли заставлять жильцов мыть полы в подъезде? Абсолютно нет, потому что в каждой платежке есть услуга как за общедомовые требования, и вы оплачиваете в том числе за то, что у вас должны проводить уборку. Более того, график уборки у вас управляющая компания должна вывешать в подъезде. Спасибо вам большое, Евгений. У нас в гостях в утреннем экспрессе Евгений Сутягин, руководитель регионального центра ЖКХ контроля в Свердловской области. Поэтому все вопросы прямо сейчас попробуем за эти пять минут вывалить и получить ответы. Евгений, у меня к вам такой вопрос по поводу входной двери в подъезде. Например, можно ли ее поменять самим? Ну, то есть отказаться от услуги, например, ремонта подъезда и поменять дверь в подвал или входную дверь. Что для этого можно сделать? Смотрите, для текущего ремонта он не относится к системе капитального ремонта, он идет общедомовой. И этим занимается управляющая компания совместно с самими жильцами. Тут все абсолютно просто. Собирается общее собрание и где жильцы решают, что им в первую очередь необходимо сделать и уже потом выводить это в сымитирование. То есть все делается заблаговременно и чтобы потом не было споров, почему мы здесь делаем ремонт, а почему здесь. И основным и самым главным, я считаю, что нужно посещать эти собрания для того, чтобы потом не было каких-то удивлений и почему сделали, допустим, в подъезде, хотя тут все хорошо выглядело, а не поменяли какую-то дверь. То есть делается заблаговременно и делается самими жильцами. Тогда у меня странный вопрос, который, наверное, никого не волнует, но все-таки задам. Если я живу на втором этаже, на первом, пусть на первом, да, и я решил сделать там ремонт, облагородить именно свой этаж, я сам его выкрасил в тот зеленый цвет, который должен был быть всю жизнь, а уже поменяли тысячу раз цвета в подъезде, перекрасили все. И теперь подъезд выглядит как радуга. Тут надо тоже смотреть по поводу жильцов, потому что жильцы вправе перекрасить его самостоятельно, если это не нарушает никому ни условиям проживания, ни каким-то характеристикам жизни, деятельности, обеспечения. И точно так же, согласие других жильцов, вы можете покрасить свой этаж, допустим, в зеленый, сосед с третьего этажа может покрасить его в красный, если это не мешает ни вам, ни ему, ни его соседям. То есть в таком формате. Ну все, личные вопросы у нас закончились, давай перейдем к тем, которые волнуют наших телезрителей, потому что совсем скоро отключат отопление. Да, и наконец-то цены все-таки за коммунальные платежи упадут, и такой вопрос, почему же нельзя, например, разделить оплату за тепло на весь период, чтобы разница была не такой ощутимой? По отоплению у нас оплата происходит в двух форматах. То есть по факту, так как у нас это прописано нашим постановлением, нашим регионам, это выбрано нашим регионам, и по формуле 1 к 12. Объясню разницу. 1 к 12, да, там платежи, то есть каждые 12 месяцев берется предыдущий период отопления, делится на 12, и каждый месяц вы платите 1,12 долю, вне зависимости, зима это, либо лето. Но тут спорный момент в том, что вы платите по предыдущей зиме. Если брать предыдущую зиму даже по Екатеринбургу, она была холодной. То есть, естественно, вы платите по завышенным тарифам. Перерасчет, на который многие управляющие компании и ресурсоснабжающие вяло текуще идут, будет производиться только в начале следующего периода, то есть в январе, когда уже будет следующий отопительный сезон. И многие просто-напросто не поймут, кинули вас или не кинули. А как она, эта стоимость вообще рассчитывается-то? Есть стоимость по нормативу, которая также прописана регламентами нашими властями. И есть специальная формула, она есть на сайтах администрации, есть на сайтах администерства энергетики и ЖКХ. И есть фактическая. По факту больше скажу, что вот это та, которую платим мы, то есть только в рамках отопительного сезона. Она фактическая. Она фактическая. Что за температурный график существует? Он составляется от условий погоды и при понижении температуры в городе, допустим, идет повышение температуры теплоносителя. Его не спрогнозировать получается, этот график? Только в цифрах. В этом году зима была такая нестабильная. Я замечал такую историю, что, например, сегодня холодно, а завтра тепло. Но... Топят по прежнему. Нет, топят на следующий день, когда тепло уже. На следующий день, да. Это... Потому что по этому графику, когда наступает регламент непредсказуемости погоды, а фактической погоды, тогда только увеличивается подача тепла. И не во все дома она просто доходит сразу же. Я сразу же скажу. Если моя управляющая компания, КСЖ, мы там жили, сами собрались, да, мы понимаем, что вот нарушен как раз вот этот вот момент. Температурный режим. Температурного режима. Что нам делать? Где-то это учитывается, а какие-то штрафы там налагаются на... У нас есть постановление правительства 124, где четко регламентированы договора управляющих компаний с ресурсовыми... С ресурсов набирающими компаниями. И допустимы, вернее, не допустимы, а везде есть дополнительные соглашения с управляющими компаниями, где четко прописаны все характеристики, все показатели теплоносителя. И в том числе, в какие промежутки времени, в какие погодные температуры должно быть увеличение подачи просто-напросто тепла. Чтобы избежать этого всего, я уже давно рекомендую, и сейчас фонд реконструкции содействия ЖКХ по энергоэффективному ремонту очень хорошо как бы спонсирует все это дело. В том плане, что возвращает потом денежные средства 80% потраченных в некоторых случаях, это переходить просто-напросто всем домам на систему автоматического регулирования. Более того, сейчас... Своя котельная? Это не своя котельная, это делается по погодным условиям, система автоматики ставится именно у вас на ЭТП, то есть вам не надо ждать, когда кто-то там добавит какой-то температурный режим, вы можете его выставить сами. Более того, вы по автоматике можете поставить, чтобы не было перетопов. Ну, не секрет, пятый, девятый этажи иногда просто закрывают все эти краны, потому что жарко. Я скажу так, живя на 12 этаже, мне вообще приходилось очень долго ждать, когда вода до меня дойдет и начнет греть. И, видимо, уходила она так же долго от меня, потому что дома еще жарко, а уже хочется, знаешь, дома, чтобы было свежо, и вот на свежем воздухе уже, чтобы вот спортом заниматься. А у нас в гостях сегодня в Утреннем Экспрессе Евгений Сутягин вновь был. Мы очень рады вам, каждый раз вы приходите с полезной информацией. Руководитель регионального центра ЖКХ контроля в Свердловской области. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.